Ребятам, которые посетили урок мужества, не больше 10 лет. Все они учатся в третьем Б-классе Видновского художественно-технического лицея. Эти школьники только начинают изучать окружающий их мир. Узнают историю нашей страны, знакомятся с разными людьми, познают, что такое добро и зло. В силу возраста со многим им только предстоит познакомиться. А вот о Великой Отечественной войне дети уже знают достаточно. И главное, что осознанно говорят слова благодарности ветеранам. Нужно уважать ветеранов. Война была нелегкая и людям было очень сложно. Для нас это большая честь, что мы можем видеть ветеранов, которые были на фронте, на войне. Это для нас очень большая честь и мы никогда этого не забудем. Благодаря таким патриотическим мероприятиям дети самого маленького возраста начинают понимать, что такое любить свою родину. А у некоторых школьников после урока мужества появляются мечты стать офицерами и защищать родину. Я хочу защищать всех, всех нас витей и хочу отдать пожелания ветеранам, чтобы они были здоровы. Урок мужества посетил ветеран Великой Отечественной войны Владимир Федорович Дегтярев. Война застала его в 11-летнем возрасте. Всей семьей они жили на полуострове Крым. Отца сразу призвали в армию, а мать вступила в подпольную организацию. Но после того, как подпольщиков разоблачили и маму Владимира Федоровича посадили в тюрьму, маленький тогда еще мальчик остался один. Волею судеб он попал в партизанский отряд. А победу ветеран встречал в городе Ейске, где учился в училище. Сам вот это объявление победы меня застал в постели. У нас в училище подъем был в 6 часов утра, а это еще до 6 часов утра. Я что-то солнышко посвятил и проснулся. И вбегает наш старший, этот уже командир, кричит «Подъем! Победа!» Рассказы ветерана произвели огромное впечатление на школьников. Этот урок мужества они не забудут. Мы постараемся жить правильно и не подвести нашу страну. Юлия Погосян, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ.